На этом сфокусирована вся система йоги. Существует простая технология, с помощью которой вы можете поддерживать свой ум в состоянии ясности. Тогда вам не нужно беспокоиться о сосредоточенности ума. Он будет там, где нужно. Где ваше желание, там и ваш ум, не так ли? Не так ли? Как это сказать на хинди? Где ваше желание, там и ваш ум, не так ли? Как будет желание? Ичча. Где бы ни было ваше желание, там и будет ваш ум. Если вы сильно чего-то хотите, ваш ум будет находиться там постоянно. Сейчас вы хотите получить кубок. Это не то место. Забить гол. Вот чего вы должны желать, находясь на поле. Не так ли? Сейчас вы можете хотеть кубок. Но когда вы на поле, вы должны желать только забить гол, еще гол и еще. Ничего другого. Как только ваше желание становится сильным, ваше тело и ум сами начинают двигаться в этом направлении. Не так ли? Чего бы вы ни желали, туда вы отправитесь. Если ваше желание слабевает, то вы больше не можете концентрировать свой ум на нем. Таким образом, вы просто должны развить в себе Ичча. Единственное Ичча. Это забить гол. Тогда вам не нужно беспокоиться о сосредоточенности ума. Он будет там, где нужно. Может ли кто-нибудь отвлечь вас от ваших желаний? Может ли кто-нибудь отвлечь вас от ваших желаний? Ваш ум, естественно, направится на то, чего вы желаете. Не так ли? Как же йога может помочь в этом процессе? Каковы простые параметры, по которым функционируют тело и ум? Это сложный механизм. Самая сложно устроенная машина на планете — это человеческое тело и ум. Не так ли? Все, что мы создали, является продуктом этого ума. Этот ум — очень сложный механизм. Так что, если вы сделаете что-то неправильно, он создаст множество отвлекающих факторов внутри себя. Существуют простые способы. Есть несколько простых технологий, с помощью которых вы можете держать свой ум в определенном состоянии ясности. Когда он просто видит, вы учитесь держать свой ум подобно зеркалу, чтобы он отражал действительность без всяких искажений. Как только ваш ум отрочисляется со многими вещами, сейчас вы играете как индийский хоккеист. Теперь реальность подвергается искажению. Вы читаете о славной истории индийского хоккея, осознаете его легендарность, все уме начинает двигаться в этом направлении. Так вы не сможете играть в хоккей. Прежде всего, вы не сможете видеть игру такой, какая она есть. Научитесь держать ум как зеркало, когда он просто показывает вам то, что находится перед вами, без каких-либо искажений. Как только вы избавитесь от искажений, вы сможете функционировать на пике своих возможностей. Не так ли? Допустим, вы идете по этому полу, и у вас нет никаких искажений, вы все ясно видите. Тогда вы сможете передвигаться с легкостью. Не так ли? Если же в вашем зрении появятся искажения, вы будете спотыкаться на каждом шагу. Чтобы таланты и способности, которыми вы обладаете, нашли свое полное выражение, ум не должен вмешиваться и искажать что-либо. Он должен показывать все таким, как оно есть. Итак, на этом сфокусирована вся система йоги. Для духовной цели, но это применимо и в спорте, ум должен показывать все таким, как оно есть. Ни каким-то другим образом. Не так, как вы думаете.